Почему правитель не может быть главным, старшим над наставником? Знаете почему? Потому что наставник обладает большей силой, чем он. Больше силой. Вы спросите, а как, если у него армия там и все прочее? Я вам сейчас расскажу, как это было в ведические времена. Руководитель, наставник приходит, то есть царь приходит к мудрецу и говорит, это моя земля, поэтому ты будешь платить мне налоги. А согласно ведической культуре, традиции считается, что если человек ведет священную жизнь и содержит учеников, то он не платит никаких налогов. Наоборот, все приносят им, чтобы что-то покушать. И как бы считается, что знание о том, как жить правильно, является самым высшим. И когда мудрец учит этому знанию своих учеников, все должны помогать. Никто не должен заставлять их работать, этих людей. Итак, правитель приходит и говорит, ты будешь платить налоги за свою землю. И мудрец ему говорит, но у меня нет денег, чтобы платить налоги. Я же не работаю, я учу учеников. И тогда правитель говорит, иди тогда и работай, чтобы у тебя были деньги платить мне налоги. И он говорит, но по моей дхарме, то есть по моей, как я правильно должен жить. Я не должен работать, я должен только учить. И должен жить на пожертвование, поэтому я не пойду работать. И тогда этот правитель говорит, тогда я отниму у тебя эту землю, и ты пойдешь просто бродяжничать. И он говорит, пожалуйста, отнимайте. И царь тогда говорит своим солдатам, вышвырните их из этой земли. И солдаты идут вышвыривать, и они не могут зайти, наступить на эту землю. Потому что этот брахман знает мантры, он вот так вот проводит рукой, читает мантру, и ни один человек не может приблизиться к нему. И он дергается, 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 и не может ничего сделать. И у него, кроме того, доброе сердце. Это значит, что он просто учит добротой, но при этом обладает огромным могуществом. Царь тогда сам берет, выхватывает меч и замахивается на этого брахмана, и у него рука застывает вот так вот в воздухе. Потому что он знает такие мантры, которые дают возможность человека вести в оцепенение в полное. И он вот так стоит, оцепеневший, и не может пошевелиться. И стоит час-два вот так вот. Потом говорит, прости меня, пожалуйста, мудрец, и раз у него рука опускается. Он говорит, конечно, ты же правитель, я тебя, конечно, прощу, потому что если я тебя прибью сейчас своими молитвами, вся страна развалится. Управляй дальше, ты этой стране очень нужен. Но пойми, что ученые люди нужны больше, чем ты. Брахманы обладали большим могуществом, чем правители. Поэтому даже если правитель бы и захотел с ним что-то сделать, он бы все равно не смог. В истории в Ведах описан один факт, что когда правитель совсем обнаглел, Брахманы просто собрались на совет. Это описано в Шамадбхагаватам, в ведических писаниях. Это Пураны означает исторические хроники. В Шамадбхагаватам это историческая хроника. И что там в этой хронике написано, что был такой царь Вену, и он совсем обнаглел, он велся греховно. И Брахманы много раз его смиренно предупреждали, как надо себя вести, как править. В результате он плевать на них хотел. Когда они собрались все вместе, говорит, ну что с ним делать? Они поизучали законы. И в законах написано, что когда царь много раз отклонился от правильной жизни, единственный выход с ним – это смерть этого царя. Дальше что они сделали? Они зажгли священный огонь, сели в кружок и начали читать мантры, и через пять минут царь лежал трупом. И они потом пришли во дворец и подсказали, что нам придется выбрать другого царя. И они назначили, кто будет царем. Нормальненько? Причем они это сделали очень нежно. С любовью, понимаете? А? Угу, конечно, да. Конечно, нет. Если бы у нас такие были цари, бы боялись священников. Священников сейчас никто не боится. Итак, у нас немножко другая культура, но чтоб вы знали, что в той культуре цари всегда подчинялись священникам или из страха, или из уважения, или из преданности. Есть разные варианты, как они подчинялись, но они всегда подчинялись, зная, что вариантов у них нет. Понятно, да? Сейчас другая ситуация. И человек управляющий может сам по своей воле найти себе наставника. Но если он не найдет себе наставника, то он не сможет управлять коллективом полностью счастливо, потому что он будет считать себя пупом земли. И для того, чтобы гордости не было в сердце, у руководителя есть только один способ избавиться от нее – это иметь в своей жизни наставника. Другого способа нет. Потому что все равно гордость захватит твое существо. Ты же командуешь людьми, а означает гордость. Командовать означает гордость. Она входит в сердце. И ты с ней ничего не сможешь сделать сам. Это хитрая штука. Она незаметна человеку. Только со стороны она заметна. Вот, допустим, загордился я тем, что мне цветочки с фруктами принесли или нет – это вы только знаете. Я этого не знаю. Такова природа гордости – она страшная и незаметная вещь. Поэтому надо быть очень осторожным руководителю в этой связи, потому что гордость дает подчиненным санкцию ненавидеть руководителя и разрушать коллектив. Вот имеет право ненавидеть человек или нет? Это определяется тем, как руководитель себя ведет. Если он его оскорбляет, значит, имеет подчиненный право. Смотрите, есть разница между оскорблять и наказывать. Есть разница или нет? И смотрите, интересно определить, кто такой руководитель. Мы сейчас объяснили разницу между брахманом и руководителем, но есть более низшие сословия. Допустим, есть просто человек, который должен работать. Почему он не может наказывать? В чем причина, как вы думаете? Потому что у него не хватает силы, психической силы не хватает. Он может кричать на человека, такой человек, может злиться, обзывать его может, но наказывать не может. Он может его лишить чего-то, но это не называется наказанием, потому что наказание – это священное действие, которое должно производиться в определенном настроении. Допустим, чем наказание от насилия отличается? Наказание дает один результат, насилие – другой. Допустим, к тебе подчиненный провинился у тебя, ты его наказываешь с правильным сердцем, означает священный процесс, который очищает сердце человека. Теперь ты унижаешь его, это другой уже вариант, приводит к другому результату. Человек начинает тебя ненавидеть и разрушает твой коллектив изнутри. Хочешь ты этого или нет, он это будет делать. Чем больше ты его наказал, тем больше он будет разрушать коллектив потом. И это происходит подсознательно, независимо от того, хочет человек сам это делать или нет. Понимаете? Потому что так работают энергии. Допустим, человек хочет простить своего руководителя, но не простят остальные. Допустим, он при всех оскорбил человека, руководитель. Тот, кого наказали, допустим, он мудрый человек, он хочет работать в этом коллективе. Если ты не прощаешь руководителя, тебе придется уйти из коллектива. Это неизбежно. Он простил руководителя, остался в коллективе. А те, которые находились рядом, не простят. Понимаете? Почему? Потому что не прощается. Человек может простить унижение по отношению к самому себе, но он никогда не простит унижение по отношению к своему другу. Понятно, да? Как работает система? Вот когда тебя унизили, ты можешь простить, но если твоего друга кто-то унизил, то ты не простишь и это правильно. Веды говорят, это правильно. Такого человека надо наказать, а не простить. А если твоих родителей унизили, ты должен немедленно наказать этого человека. А если твоего духовного учителя унизили при тебе, ты должен немедленно наказать этого человека. Немедленно. Таким образом, видите, если человек унижает своих подчиненных, он нелюбим Богом, такой человек, нелюбим Богом. Но наказывать надо, и видите, здесь грань. Поэтому только руководитель по природе может наказывать, и как определить, ты руководитель по природе или нет, а попробуй наказать кого-нибудь из своих подчиненных. А как угодно? Вот как наказать? Лишить премии, лишить зарплаты, ну как, что, руководитель, как может наказать, или он его по заднице будет ремнем бить. Руководитель наказывает по-своему, то есть он не имеет права бить подчиненного. Как наказать? Сделать точечный массаж лица. Полечить этого человека точечным массажом. Ничего он поймет, когда точечный массаж получит, он поймет. Это сложный вопрос. Никогда не окупится улица страна, если не идет деградация. Понимаете, отделите веды от Индии. Веды — духовное знание очень высокое, они принадлежали всей земле, и на вашей земле тоже было ведическое знание в свое время. Можете не сомневаться в этом. Но это не значит, что люди соответствуют этому знанию. Знание и люди — это разные вещи. Иногда люди соответствуют знанию, иногда нет. Давайте это не будем обсуждать, это уже запретная тема. Я не хочу влазить в политику, особенно межрелигиозную. Я вам хочу немножко сказать про Индию. Ведь не проблема, как Индию завоевали англичане. Это не интересно. Интересно то, как они оттуда ушли. Вы знаете об этом, нет? Хотите, я вам расскажу. Появилась личность одна в Индии, один человек. До этой личности все, кто был против англичан, их могли посадить, казнить, убить, что хотите с ним сделать. Но с этим человеком ничего нельзя было сделать. Почему? Потому что этот человек англичанам прямо сказал, что я не хочу, чтобы на моей земле жили поработители. И ему сказали, что ты собираешься делать? Он говорит, я ничего не собираюсь делать. Я просто буду об этом говорить людям и объединять их вокруг этой идеи. Он говорит, ему англичане говорят, но это же приведет к насилию. Как раз вы ошибаетесь. Это никогда не приведет к насилию. И так как он не проповедовал насилие, с ним ничего нельзя было сделать. Но не только поэтому. Так как он был из-за своего характера, из-за своего поведения безупречным человеком, индусы его любили больше пуще своей жизни. Он был страшно популярным человеком. Достаточно ему было сказать слово просто своим знакомым, которые рядом с ним были. Если, допустим, рядом с ним были какие-то люди, он им говорит, завтра всей страной постимся, потому что была допущена несправедливость. Мы просто постимся – это знак нашего ответа на несправедливость. И на следующий день вся страна постилась. Имеется в виду все индусы. И англичане же не могут их заставить есть. Но это страшно, когда все люди одновременно постятся. Это страшно. Это означает, что он обладал такой силой, влиянием. И они его брали за какую-то мелочь, сажали в тюрьму. Он говорил, спасибо вам, садился в тюрьму. Они там ничего не могли с ним сделать, потому что, если бы они его убили, индусов было тогда на земле 300 миллионов, а англичан, которые там находились, всего 200 тысяч. Разницу чувствуете, нет? Их бы смели просто в порошок. Все это, когда орава поднимается, капец этим англичанам было. Было бы очень много крови и мяса. И этот один человек, он очень просто действовал. Он говорил, сейчас мы вымываем соль из океана, и у англичан соль не покупаем. Все идут к океану, вымывают соль и раздают ее по всей Индии. Не продают, а раздают. В результате солевой бизнес загибается у англичан. Потом он говорит, мы шьем сами себе одежду, делает себе станок вот такой ткацкий и шьет себе одежду. Все остальные перенимают у него опыт, вся Индия шьет одежду, одежда у англичан не покупается. В результате тканевый бизнес, вот этот бизнес продажи одежды, у них загибается у англичан. Интересно. И с ним ничего не могли сделать. Потом он пришел к англичанам и говорит, вы знаете, вам лучше уйти из нашей страны. Почему? Потому что, ну, мы должны быть свободной страной, нам не нужны ваши, а ему говорили, вы глупые людишки, вы не можете управлять сами. Он говорит, ну как это не можно, смотрите, я сказал слово, все подчиняются, мы можем управлять, вам придется уйти. И знаете, какой вывод англичане сделали? Они ушли из страны просто, без всякой войны. Это уникальный случай в истории. Он действовал согласно ведам, этот человек. Его единственная настольная книга была Бхагавадгита. Это самое авторитет, главное ведическое произведение такое. И он жил по Бхагавадгите, понимаете? Этот человек, который без единого выстрела освободил всю страну от гнета. Это Брахман был, это не Кшатри был, это был священник. И он потом не стал править страной, он поставил других людей, которые правили. Интересный случай, нет? Его потом назвали Махатма Ганди. Махатма означает величайший человек. И до сих пор ему поклоняются как величайшему человеку. И он много реформ сделал в стране, которую никто кроме него не смог сделать. Потому что он обладал такой силой, что он говорил слово и все его выполняли. Это чтобы вы знали, как действует ведическая культура. Если появляется хотя бы один человек достойный этой культуры, то она работает очень мощно. Это могущественная вещь на самом деле. Итак, видите, качество лидера, они влияют на подчиненных. Качество – это огромная сила. И именно об этом должны заботиться руководители. Главное занятие руководителя – это аскезы. Какие аскезы у руководителя должны быть? Первая аскеза – дать обетов. Самая сильная штука у руководителя должна быть – это слово. Еще раз повторяю. Если вы не можете человека наказать, значит, вы не руководитель и не лезьте в эту деятельность. Вы разрушите себе жизнь и разрушите жизнь другим. Второе условие. Вы не должны брать больше людей, чем у вас удерживаются в коллективе. Вот посмотрите, сколько людей могут с вами работать без напряжения. Вот которые прилипли к вам. Сколько человек? Допустим, пять прилипли. Не берите себе в подчинение десять. Вы не справитесь. Естественным образом, сколько получается – столько вам по судьбе и дано. Допустим, у вас фирма – пять человек. И работайте с пятью человек. Развивайте себе качество. Придет время, у вас появятся лидеры, которые будут подчиняться вам и верить вам, потому что вы разовьете эти качества. И они будут каждый контролировать по десять-пятнадцать человек, допустим. Так у вас будет большое производство, если разовьетесь до этого. Если нет, значит не надо искусственно это делать. Теперь, у вас, допустим, есть возможность только зарабатывать. Возьмите сумму, которую вы можете отдать за месяц, и вы можете эту сумму взять для того, чтобы увеличить свой капитал для оборота финансового. Но если эта сумма составляет годовую сумму, то вы разрушите свою жизнь. Не берите. Это риск. Понимаете? То есть руководитель как должен развивать фирму? Очень мягко, аккуратно. Вот эта идея, что надо взять большие деньги и потом все развиться с них – это идея бредовая. Почему? Потому что, да, ты возьмешь большие деньги, да, у тебя есть образование экономическое, ты знаешь, как эти деньги двигаются, но ты не знаешь, что будут с этими деньгами делать твои подчиненные. Ты не знаешь, как они с этими деньгами будут обращаться, ты не знаешь, пойдет к тебе клиент или нет. Ты этого не знаешь, потому что это зависит уже от судьбы. Ты можешь рекламу большую сделать, ты можешь много чего сделать, но если у тебя не будет людей, значит судьба тебе не дала такую возможность. Поэтому надо судьбу проверять маленьким коллективом и смотреть, что получилось. Придет время, он становится естественным образом больше. Это происходит, потому что у тебя растут качества лидера. Итак, какие аскезы у руководителя? Первая аскеза – это обед. Надо давать обеды. Допустим, даю обед поститься в такой-то день в неделе. Все. Это значит, что ты постишься всегда в этот день недели. Ты дал обед и держишь его все время. Таким должен быть руководитель, таким человеком. Тогда его слово становится очень сильным. Он слово сказал, все понимают, что лучше сушить весла. При этом ему не нужно напрягаться сильно, махать, допустим, саблями. Вот смотрите, если сейчас сюда зайдет очень высокого уровня руководитель, вот сюда откроет дверь просто и встанет там в двери посмотреть, что происходит. Все знаете, как сделают? Вот так. Хотя он не скажет, что он руководитель. Он просто встанет и посмотрит. В его взгляде уже находятся силы. Ему не нужно шашку вытаскивать и сказать, я здесь главное – молчать, стоять, лежать. Понимаете, ему не надо это говорить. Достаточно зайти и просто посмотреть. И сразу естественным образом вот так произойдет. Оп. Но не у тех, кто является брахманами. Они чувствуют себя душой, поэтому им все равно, что он с ними сделает. Понимаете, да? Настоящий брахман имеется в виду. Итак, надо стать сильным человеком. Означает, держим обет. Сильным становится речь. Сильной становится речь. Это значит, что кричать уже не надо ни на кого. Просто сказал, и люди понимают, что ты сказал. И это значит, что это слово железное. Оно никогда не отступает. Можно ли руководителю в каких-то случаях отступать от своего слова? Нет, нельзя. Поэтому слово должно выходить, когда ты уже понял, что это так. Это еще одно качество руководителя. Руководитель не пустомелит. Не пустомелит. Он должен десять раз обдумать все. В этом, смотрите, брахман отличается от руководителя. Брахман всегда рассуждает. У него язык двигается достаточно быстро. У руководителя язык двигается медленно. Он никогда не рассуждает. У него нет вот этого «та-та-та-та-та-та-та». Сказал, сделал, сделал, сказал. Слово как действие, и действие как слово. Никогда лишних слов, никогда лишних действий. Понимаете? Человек-руководитель, он сначала все серьезно обдумывает, а потом говорит слово. Если он его сказал, значит, это должно быть законом. Не должно быть «Ой, я вчера вот это сказал». «Нет, сегодня все наоборот». Как раз такой руководитель, значит, он такой положен по судьбе. Вы выберете два варианта. Или вы работаете с таким руководителем, и будет тяжело. Потому что, когда руководитель так себя ведет, это значит, неустойчивая ситуация в фильме всегда будет. Потому что человек словом держит пространство. Понимаете? Звук – это самая большая сила. Руководитель сказал, пространство живет этим звуком. Он его создал своим звуком. И оно уже не может поменяться. Руководитель сказал еще что-то. Создалось другое пространство. Если он сказал одно, а потом сказал наоборот, то какое пространство появилось, люди ему не верят, они боятся всего этого. Так или нет у вас? Так. Вот вы доказали. У вас какие варианты? Или вам по судьбе этот руководитель порожен, и вы работаете там. Или Бог вам дает другое место для работы. Тогда вы просто спокойно переходите. Но если вы сразу уходите после этой лекции, а место другого не дано, это значит, что вы обманули сами себя. Потому что место для работы дает Бог. Если Бог считает, что вы должны перейти куда-то, уже новое место появляется. И вы можете перейти только из этого места в то. А просто вот так, из фирмы. Летящей походкой. Понимаете, это не работает система. Не работает. Но у женщин работает. Женщина может работать, где она хочет. Коллектив на судьбу. Коллектив – это твоя судьба. Вот коллектив, в котором ты работаешь – это твоя судьба. Если взять гороскоп старшего сделать, то вся ситуация в коллективе будет существовать под этим гороскопом. Вот если взять человек начальник, он старший, да, в коллективе. Его сделать гороскоп. И по этому гороскопу будет видно, как будет жить коллектив. Другой никто не повлияет на ситуацию. Все. Только твой гороскоп влияет. Больше никакой. Вот, допустим, хороший гороскоп у твоего подчиненного. И ты ему какую-то даешь ответственность, связанную с этим гороскопом Не работает. Работает только твой гороскоп. А все остальные подчиненные. Их гороскопы работают только в сфере их руководства. Где они берут ответственность. Допустим, он берет за семью свою ответ, там его гороскоп работает. Но если, допустим, он руководитель какого-то меньшего звена, его гороскоп работает на это звено, работает. Но в подчиненном положении к твоему… Если в твоем гороскопе написано, денег будет меньше в этом году, в твоем гороскопе написано, то он в соответствии с этим количеством денег может дальше действовать согласно своему гороскопу. Понимаете? Вот хороший вопрос. Имеется ли изменение твоей судьбы, если ты руководишь подчиненными? Меняется ли твоя судьба от этого? Меняется ли твоя судьба? Если меняется, значит ты не руководитель. Когда человек руководит коллективом, это значит, что он сжигает судьбу подчиненных своей судьбой. И если твоя судьба слабая, они начинают на твою судьбу влиять. Это что значит? Это значит, что ты развалишь этот коллектив. Руководитель должен быть сильнее судьбы каждого из подчиненных. А если подчиненный не вписывается в эту структуру, значит надо ему сказать, прости, ты должен работать в другом месте. Сам ушел, это невозможно для руководителя. Вот у него есть коллектив, ему легче погибнуть, чем уйти. Руководитель никогда не уходит, он заботится о подчиненных. Слово кшатри также означает, что человек берет заботу о людях и всегда эту заботу несет. Руководитель не может уйти, для него легче погибнуть, чем уйти. Его могут забрать, в тюрьму посадить, это может быть, но уйти он не может. Да? Женщина-руководитель это мать-руководитель. Женщина может быть шатрием, она тоже наказывает. Как она наказывает? По-женски. Как мать наказывает? Мать кричит на кого-то, нет? Если кричит, она значит не знает, кто такая мать. Мать наказывает нежно. Да, и как она ведет? Женщине управлять фирмой гораздо проще, чем мужчине, если она имеет силу. Как она управляет? Она должна сделать мужчин подчиненными. И просто она говорит, пожалуйста, накажи Василия Петровича. Она к Василию Петровичу подходит, говорит, садись поговорим, хороший мой. Чего же ты у нас пьяненький-то все время ходишь? И он говорит, ну понимаете, Анастасия Ивановна, судьба у меня такая тяжелая. Ой, дождешься. Придется мне тебя наказать. Все, иди работай, ты будешь наказан сегодня. Ему нежно, ласко говорит, но знаешь, что мы тебя любим, постарайся не пить. Она мать, то есть она любит, а она мать. Она имеет право любить. Вот он уходит. Потом подходит Степан Петрович, подчиненный этой руководительнице, и говорит, ты лишен премии. И он прибегает к руководительнице, она мать. И он говорит, меня премии лишил такой-то, такой-то. Что же сделать, мой хороший, что же сделать? Вот так строго у нас в коллективе, так строго. Но мы будем о тебе заботиться, главное не пей. Знаете, женщину управлять очень легко. Ей не надо париться совсем. Женщина, она же имеет право быть доброй, нежной. И так как у женщины очень выражена способность управлять вообще, потому что она по природе управляет всегда. Вот, допустим, человек женился, он думает, будет управлять женой. Он не знает, что жена будет управлять им на самом деле. Но женщина по природе, она управляет всем. Она всегда, как она управляет? Через отношения. Допустим, муж говорит жене. Мы со своими друзьями все вместе выражаем тебе протест. Жене. Жена звонит с женам друзей, говорит, а мой тут что-то вообще протест решил мне выразить. Вы поговорите там с мужьями со своими, что типа не надо ей протест-то выражать. Она с любовью со всеми, они чирик-чирик, и они говорят, ой, мой хороший, давай протест не будем ему выражать. Там этому человеку. И все ему звонят, говорят, а мы ей протест не будем выражать. Все это происходит естественным образом, потому что женщина, она же с любовью со всеми общается. И она контролирует всю ситуацию. Допустим, он говорит, мы с другом поедем завтра на рыбалку. Она не хочет, чтобы он ехал на рыбалку. Она звонит его жене и говорит, рыбалка отменяется. И друг потом ему звонит, говорит, рыбалка отменяется, слушай, у меня тут такая ситуация, что рыбалку надо отменять. А между женщинами же какая ситуация в отношениях? Смотрите, мужчины, они индивидуалисты. У них индивидуальное сознание, они каждый сам по себе. То есть они личности индивидуальные. А женщины, какая у них природа? Они не индивидуалисты, они коллективисты, они объединяются друг с другом. Они живут в таком серьезном объединении. И мужикам вообще ничего не сделаешь. Вокруг каждого мужика вот такой вот, вот такой круг женщин всегда. И ничего не сделаешь, если одна сказала, сразу все подтверждают. Так или нет? Система работает. Или у вас так не работает система? Не работает, значит, надо женщиной быть, учиться. Ля-ля, тро-ля-ля, умеете делать. Женщина же обладает энергией любви. И поэтому она с этой энергией любви все может себе подчинить легко. Поэтому женщине управлять вот так вот коллективом вообще несложно. Но надо иметь качество лидера. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Но надо при... Это значит, что она лидер по природе. Но надо стать женщиной при этом. Надо смотреть нежно, но все все равно будут напрягаться. Это означает, что женщина лидер. Она смотрит нежно, но все напрягаются. На всякий случай. Потому что они знают, что может быть, если не напрягаться. Это хорошо. Когда женщина управляет, это очень приятно. Потому что всегда можно поговорить как с матерью. И она, когда ты с ней говоришь как с матерью, она тебе делает поблажечки небольшие. Ну и это ей можно делать поблажечки. Если ты ведешь себя по-человечески, можно. Но женщина никогда не идет на уступки. Женщина руководителя. Она сказала, сделали. Тебя лишат премии не на 6 месяцев, а на 5. Все, иди. Понимаете? Или лишат, но не с этого месяца, а со следующего. Начнется лишение премии. Там и так далее. Ну то есть. Женщина может быть руководителем. Почему нет? Просто она должна быть прежде всего женщиной. Если она мужиком становится, вот тогда она все рушит. Если женщина унижает человека при всех, то это никогда не прощается. Никем. Мужчину женщина при всех унижает. Он не может простить все. Он будет ненавидеть ее и будет портить ей жизнь. Мстить. Да, это невозможно не мстить. То есть мужчина всегда будет мстить женщине по-любому. Женщина унижает другую женщину при всех еще хуже. Женщина вообще никогда не простит, когда ее хоть кто-то унижает. Хоть руководитель, хоть не руководитель, не имеет значения. Поэтому женщина-руководитель должна контролировать себя. То есть смотрите, женщина лучше понимает, что такое отношение. Это ее природа понимает, что такое отношение. Поэтому она себя так ведет в коллективе, что она всегда старшая. Ее невозможно сделать равной. Если мужчину как-то можно склонить на время, то женщину никогда не склонишь. Потому что она точно знает, что такое отношение. Она никогда не ведется. У женщин это в крови, отношение правильное строить. Поэтому женщине несложно руководить. Она не должна шашкой махать. За нее должны махать другие. Если женский коллектив, как им руководить? Очень строго. Может ли мужчина руководить женским коллективом? Вот, допустим, мужчина руководитель, и у него женский коллектив. Может, если он смертник. То может. Если он как бы смертник, он хочет погибнуть в ближайшее время от харакири. Тогда может. Вот директор школы должна быть женщина. Если мужчина директор школы, у него все подчиненные, женщины, они из него сделают котлету просто. Ничего с ними не сделают. И женщины подчиненные. Вот молитесь на них, на всех. Можно и всем памятники ставить. Почему? Потому что когда женщина работает, она никогда не удовлетворена. Женщина по природе, она семейный человек. Поэтому, допустим, женщина знает в женском коллективе, что если, допустим, какой-то Любочке, допустим, что-то позволить, ну, сделать чуть-чуть больше зарплаты, чем всем остальным женщинам, то ее загрызут. Почему? Потому что у женщин, у них крови, вот эта зависть к тому, чтобы кто-то преимущество имел перед ней. Допустим, все женщины работают вместе, и одна женщина получила большую зарплату от руководительницы. Все женщины потом на руководительницу не будут смотреть одновременно. У них же коллективное сознание. И она с этим ничего не сделать не сможет. Ей придется делать равные зарплаты всем, там и так далее. То есть будут свои законы в женском коллективе. Но руководительница должна иметь железный характер. В женском коллективе она должна действовать решительно, смело и непреклонно. Должны быть жесткие законы. Но она должна всегда женщинам делать поблажки. Допустим, жесткий закон. С работы уходить во столько-то. Женщина приходит, допустим, какая-то и говорит, можно я уйду пораньше? А что, в чем причина? А причина такая-то. У меня ребенок заболел. И она выходит в коллектив и объявляет. Такая-то подчиненная уйдет пораньше, потому что у ней ребенок заболел. Точка. Она уходит пораньше, вторая подбегает. А можно я? Нет. Понимаете? Потому что когда у женщин такая природа, если кто-то ушел пораньше, все остальные тоже хотят. Они тоже побегут пораньше быстрее. И надо просто иметь железный характер. Нет. И женщины всегда будут приходить и жаловаться. Ой, вы знаете, у меня такая жизнь тяжелая. Почему? Потому что работать, это не их природа. Они всегда мучаются на работе. Им тяжело работать. Они мучаются постоянно. И поэтому они будут ныть. Если вы одну уступку сделаете, вот одна не ноют. Одной какой-то женщине сделали одну уступку, все, вам капец. Как руководитель женского коллектива. Они вас просто придушат. Никаких уступок не должно быть. Все. Никаких вариантов. Потому что женщина имеет такую природу. Одну уступку сделали, она будет требовать следующую. И причем ей будет искренне казаться, что это правильно так. Потому что она же страдает на работе, ей тяжело работать. И она говорит, можно работать чуть-чуть поменьше. Можно. Потом еще чуть-чуть поменьше. А можно зарплату чуть-чуть побольше. Можно. А можно еще чуть-чуть побольше. И это никогда не закончится вообще. И причем она искренне будет считать, что она права. Искренне. Теперь второй вариант. Смотрите. Строгий закон. Женщина начинает конючить. Ей руководительница говорит, может быть тебе пойти на другую работу. Вы хорошие. Тебе у нас так тяжело. И она говорит, нет-нет, Мария Ивановна, я все. Я все в порядке. Все. Я хочу у вас работать. И Мария Ивановна говорит, есть только один вариант. Если ты конючишь, значит работаешь там. Если работаешь здесь, не конючишь. Я буду тебе заботиться о тебе. Нужно что-то серьезное, я тебе помогу. Но у меня одно условие. Будь довольна тем, что ты имеешь. Могу вам сказать по секрету, что для женщины на работе это невозможно. Невозможно быть довольны тем, что имеешь. Но так как они боятся, они только из страха должны там работать. Так как они боятся старшую, потому что она как скала. Женщина может так себя вести. Мужчина нет женщины. Это невозможно. Потому что и все, и капец. Какая-нибудь морду ему скрутит, бараний рог. И потом она будет манипулировать всем коллективом. Все к ней будут подходить и говорить, давай завтра сделаем отгул. Или выходной день. И она подходит к нему. Завтра выходной день. Он говорит, да, моя хорошая. И объявляет всему коллективу. Коллектив уже знает, что завтра выходной день. И он объявляет, завтра выходной день. А если он не будет делать, как она хочет, то он ему такое устроит, мама дорогая. У нас же влияет на него психически. Страшная ситуация. Мужчине лучше не лезть туда, в женский коллектив. Еще, если у мужчины коллектив, то вот женщины все заткните уши. Чем меньше женщин в коллективе работают, тем меньше головной боли. Ну просто на всякий случай я вам говорю. И некоторые думают, почему же у нас так плохо? Постоянно какие-то сплетни идут. Постоянно все недовольны. В коллективе некоторые руководители думают, как можно так жить? Знайте, что критическая масса количества женщин в коллективе превышает допустимую норму. Надо немножко сбалансировать. Без женщин, понятно, невозможно, потому что есть специальности женские, которые мужчины не могут делать. Они могут по телефону говорить, да, я вас слушаю. Они могут по телефону мужчины этого делать. Это невозможно. Женщина не имеет природы работать. Это для нее насилие, чтобы вы знали. Поэтому она и мучается на работе. Но так как она строит другие отношения, непроизводственные, поэтому постоянно это производство будоражит, когда в нем женщины, они всегда строят непроизводственные отношения, потому что у них природа непроизводственная. Поэтому если вы не можете без женщин как бы в коллективе, ну возьмите столько, сколько вы потянете. А если вы взяли больше, коллектив будет разваливаться, хотите вы этого или нет. А если много женщин в коллективе, берите начальницу над ними, женщину. Иначе вы не сможете с ними справиться. Пускай ими руководит женщина, она разберется. Это не проблема уже будет. Женщина может руководить только женщина по-настоящему. Но женщина может руководить мужчинами вот так, без всяких проблем. Да? Может быть в разных сферах. В этом заключается сила коллектива. Что если коллектив... Вот это, кстати, другой вопрос, очень важный, который надо знать. Что если руководители развиты как лидеры, развиты как лидеры, они могут управлять коллективно. Если есть развитые руководители как лидеры, они могут советом управлять. Советом. Но для этого быть должны быть только развитые люди. Потому что если хотя бы один будет неразвитый, то он будет этому совету доставлять массу проблем. Да, между ними равные отношения. Но все остальные младше по отношению к ним. Но этого совета обязательно должен быть председатель. Потому что в некоторых ситуациях никогда не бывает так, чтобы все ситуации решались советом. Иногда совет не может решать ситуацию. И тогда один человек говорит, так как я председатель, и между ними равные отношения, говорит, так как я председатель, мне придется вынести свое решение, иначе у нас все встанет. Не будет работы. И он принимает решение. Всегда должен быть кто-то старше в каких-то ситуациях. Но управление советом или коллективное управление, оно мощнее, чем единоличное. Потому что когда человек загнулся, допустим, он заболел, а у него единоличное управление, никто из подчиненных не сможет встать на его место. Потому что так работает среда, что если человек взял на себя всю ответственность, то он создает вокруг себя таких людей, которые никогда всю ответственность на себя взять не смогут. Потому что если с ним рядом находится человек, который тоже может всю ответственность взять, то он ему не даст работать. Всегда человек, который может взять больше ответственности, он подчиняет себе того, кто может взять меньше ответственности. Но если два человека могут взять много ответственности, и они развитые руководители, развитый руководитель означает такой, который может равные отношения с другими руководителями строить. Видите, опять отношения. Это означает уважать другого руководителя. Смотрите, гордый руководитель, неразвитый, он не может строить равные отношения, потому что он не может никому подчиниться. Он может только руководить. Означает, ситуация очень крайне тяжелая, потому что если что-то с ним произойдет, фирма разваливается полностью, никто не может взять на себя ответственность. Потому что он не подпустил к себе такого человека. Если человек управляет таким образом, что он создает коллектив равных людей, то тогда это означает, даже если он старший у них, но строит равные отношения, с ним что-то случилось, берет на себя старшинство другой и продолжает все делать. Это означает, что человек развит как лидер. Поэтому я говорю, лидером может быть тот человек, у которого есть наставник. Это значит, что он может коллективное управление установить, и это значит, что фирма будет непотопляема, ничего с ней сделать невозможно. На одного надавили, раз его чуть-чуть, другой встал. Понимаете, бывает так, что руководитель сделал несколько ошибок, и у него очень плохие отношения с теми, кто выше его. То есть администрация, город, еще что-то, и он уже не может управлять. Если коллективное управление ставит другого человека, он устанавливает хорошее отношение, все восстанавливается, а потом потихонечку опять того ставят на место, потому что он лучше управляет, и все. И вообще никаких проблем. Понимаете? Но такой коллектив встречается редко. Для этого надо учиться подчиненным быть так же, не просто руководить. Один важный недостаток руководителей заключается в том, что они могут только в одну сторону жить, могут только руководить. Они никогда не могут слушаться. А руководитель, на самом деле, должен слушаться хотя бы потому, что единственный способ руководить, это слушать советы своих подчиненных. Понимаете? Руководитель принимает решение. Это не значит, что у него уши закрыты. Как принимается решение? Смотрите, руководитель сам же не работает на каких-то местах конкретных. Поэтому они знают лучше ситуацию. Это понятно, что он может лучше решение принять, потому что у него есть опыт принимать решение. Так? И он понимает финансовое состояние, и все. Он все понимает. Но они на местах знают, как все работает. Поэтому как происходит? Собирается собрание, а собрание надо собирать обязательно, потому что как должен организм работать? Не то, что я всегда командую, и собрания не нужны. Надо обязательно собирать собрание. Почему? Потому что когда ты собираешь собрание, чем ты занимаешься? Собирать надо собрание кого? Лидеров, которые знают, что происходит на местах. Ты садишься, и что ты делаешь в это время? Молчишь и слушаешь. Дай им возможность говорить. Они будут тебя бояться. Но если ты смиренно молчишь и слушаешь, они начнут потихоньку жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи и разужжаться до такой степени, что они все скажут, что они думают по этому тему. А ты смиренно молчишь. Они жужжат, и все уже сказали, и потом раз смотрят на тебя. А ты что должен в это время? И-о-о, а теперь правильный ответ. Есть такая буква в этом слове. То есть руководитель должен так себя вести. Он не должен болтать. Он должен говорить вывод, результат, все. И этот результат должен быть непреклонен. Дальше обсуждение уже закончено. До свидания. Или он должен говорить, я результат скажу завтра. Почему? Потому что ему надо все понять. Это тоже правильно. Руководитель, он, это не человек, у которого бывает понос. Если у руководителя немножко запор, это хорошо. Это значит, что у него есть время подумать, понимаете? А если у него понос, он говорит раньше, чем обсуждение закончилось, это значит, что он не может быть руководителем. Руководитель должен быть тугой ум. Тугой означает, он думает и взвешивает, думает и взвешивает долго. И можно завтра принять решение, не обязательно сегодня. Но когда ты принял решение, оно должно быть правильным. И все это потом должны понять. Это очень важно. Дальше поехали. Итак, смотрите. Руководитель всегда на первое место в своей жизни ставит идею, ради которой он живет. Идею. Потому что если у него нет идеи, для чего он руководит людьми? Для чего? Для того, чтобы деньги себе заработать на дачу. Это не идея. Это означает, что люди будут то же самое делать. Смотрите. Интересная ситуация получается. Я хочу на этих людей извлечь прибыль. Это главная идея моей жизни. Допустим. Я не скрываю. Я извлекаю здесь прибыль. Значит, они тоже не скрывают. Но если ты прибыль извлекаешь из остатков денег, да, то они прибыль извлекают из всего, что они делают. Из чего ты можешь извлечь прибыль? Из того, что уже получилось, так? Они из чего извлекают прибыль? Из своего труда. Из своего отношения к труду. Из своих отношений с тобой. Из того, что они вымучивают у тебя больше зарплаты. Они будут прибыль извлекать из всего. И так как их много, ты один, а их, допустим, 500 человек, они тебя удушат просто с этой идеей. И поэтому многие руководители как заканчивают свою жизнь? Две болезни, которые возникают только по одной причине – из-за энергетической перегрузки человека. Первая болезнь – инсульт, вторая – инфаркт. Результат неправильного руководства. Каково правильное руководство? Людьми руководит идея, запомните это, идея. Помните Ленин? Он же никого не заставлял, как сейчас интересно партии делают. Они говорят, 500 рублей пойдем на демонстрацию. Это бред. На демонстрацию-то, может, человек за 500 рублей пойдет, но на войну за 500 рублей он не пойдет. Нафиг ему нужно за 500 рублей воевать? А если и пойдет, он не будет воевать так, как человек, который за идею идет. Смотрите, объясняю это на примере. Ситуация историческая. Наемная армия царя Дария – 350 тысяч человек. Нормально? И армия Александра Македонского – 40 тысяч человек. Нормально? Посчитайте, кто бухгалтер. 350 и 40. Сколько? А? В 10 раз больше, так? Это значит, что один солдат сражается с 10. Возможно, нет? Принципиально. Можно сражаться одному с 10 или нет? Можно? Ну попробуйте сейчас. Вот вы один, сейчас 10 человек выйдет. Ну, из-за идеи можно? Ну, ты знаешь, что будет уже заранее. Что тебе клизму поставят так, что у тебя... Она вылезет изо рта. 10 человек. Ну, ладно. Можно, да. Не одному с 10. А армия 40 человек, которая... 40 тысяч человек, которые сражаются за царя, понимаете? За своего Александра Македонского, которого они никак показали в Голливуде. Вот это... Ура! Помните в Голливуде этот фильм про Александра? Ура! Такой гомосексуалист такой. Это они таким сделали Александра Македонского. Я просто, когда это увидел, это в шоке. Александр Македонский. Не может быть. Я начал медитировать на эту личность. И увидел совсем другую личность. Я потом начал исторически читать летописи и узнал, что этот человек, он обладал удивительным характером. Он спал всегда на земле. Не брал себе никогда лишнего. Что этот человек, на самом деле, был глубоко религиозным. И он молился перед каждым сражением. Его солдаты верили, как в Бога. Он никогда не ошибался в принятии решений. Если он говорил так, значит, всегда это побеждало слово. Он никогда сзади не плелся в войско. Он всегда был впереди. Они его защищали. Они не давали ему погибнуть, хотя он был готов. Такая личность. Знаете, как он победил Дария? Он выбрал тактику. То есть он завоевывал государство, понимаете, у которого вышло 350 тысяч человек. А он завоевывал 40. Представляете, какая наглость. И он выбрал, он говорил, мы завоюем это государство, солдаты. Все, вопросов нет, завоюем 350 тысяч. Он выбрал тактику. Так как эта армия наемная, это значит, что когда убегает царь, армия деморализуется в секунду. Наемная армия живет только на деньгах. Платить некому, до свидания. Знаете, тактика какая была? Он взял просто с помощью разведчиков, вычислил, где царь. Нашли царя, войски в этом. Сражение не начиналось, пока они не нашли. Нашли царя. Сделали клин. И знаете, кто этот клин возглавил? Александр Македонский. И вот этим клином, они прямо туда, где этот царь находился, вот так вот, в эту армию. Представляете, какой ход с точки зрения сражения ужасный? Потому что, ну, их просто вот так раздавят в лепешку, и все, в секунду. То есть это можно сделать только очень быстро. Понимаете? Очень быстро. И если потом что-то произойдет не так, значит, лепешка будет из них конкретная. Потому что они окружены будут. Понимаете? Это, ну, тактически так никогда никто не поступает в войне. Смотрите, что произошло. Клином дошли до царя, и Александр Македонский, находясь в самом переди клина, берет и бросает копье в этого Дария. И этот Дарий еле успевает увернуться, ему копье прямо прилетело бы в голову, если бы он не русал. И у него вот так вот копье стоит вот здесь, и втыкается ему в его колесницу. И он даже голову не может вот так сделать. И когда это произошло, Александр Македонский берет второе. И что делает Дарий? Он разворачивает колесницу и драпать. А что делает Александр Македонский? Он гонится за ним через все войско. И этот клин дальше уже гонит царя из армии. Проходит 10 минут, царя в армии уже нет в этом сражении. Царь драпает от Александра Македонского. Что происходит с армией противника? Складывает оружие. Не больше 40 минут длилось сражение. Представляете, сила какая? Или нет? Можете себе представить, что такое настоящий лидер? Так же точно Суворов сражался. 500 тысяч армии противника, 50 тысяч его армии. Турков победил с 50 тысячами человек. Представляете, сила? Это означает лидер. Причем Суворов, он был, отличался от Александра Македонского. Александр Македонский был очень высокий, атлетически сложенный, красивый воин. Ему он был очень молод. У него была армия серьезная, но он был очень молод. Ему было не больше 25 лет в это время. Он был очень молодой и сильный лидер. На самом деле он был зрелым человеком. Он не мыслил как молодой человек, он мыслил как настоящий зрелый генерал. Понимаете? И все его в армии были подчиненные взрослые люди, которые как бы его слушались как Бога. Но Суворов, он был в возрасте, хлюпенький, маленький и болезненный человек. Но так как он был кшатрой по природе, все его дорожили им пуще своей жизни. Суворов знал практически всех солдат по именам. Он мог к каждому подойти, и он помнил, какие проблемы у каждого из них были. Он мог лично с ним поговорить, с любым солдатом. И его так любили за это, готовы были всю жизнь за него отдать и пойти куда угодно за него. Они прошли через высочайшие горы армии, представляете? И многие солдаты просто погибли в пропасти, и это их не остановило. И они перешли через горы, и это было шоком для турков, потому что они даже предположить такое не могли. И те просто их взяли вот так врасплох, и все. Это исторический факт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова